8 правил мышечной массы рук 1. Разминка Как всегда, разминка на первом месте Не стоит ее недооценивать, ибо можно очень легко получить травму и попрощаться с руками халка на длительное время Поэтому, как следует, разомнитесь перед тренировкой рук Делайте акценты разминки на целевую мышечную группу 2. Бицепс и трицепс Баленькие мышечные группы растут только в связке с большими мышечными группами Ноги, грудь, спина Именно поэтому все остальные попытки нарастить мышечную массу рук Сбивая на остальные большие мышечные группы Ноги, спина, грудь сводятся к нулю 3. Бицепс и трицепс нужно тренировать в связке череду упражнения на бицепс и трицепс Это будет идеальный вариант Запомните, начинать нужно всегда с бицепса, а не наоборот Тренируя трицепс В противном случае трицепс будет лимитировать силу в подъемах на бицепс Поэтому всегда начинайте с бицепса 4. Используйте тяжелые базовые упражнения на начале тренировки Они лучше всего растят мышечную массу и силу В конце тренировки нужно добавить пампинг и завершить работу над руками 5. Бицепс будет выглядеть длиннее с наполненной формой Если вы будете развивать брахиалис Брахиалис это мышца, которая проходит под бицепсом на наружной стороне руки Лучшие упражнения для брахиалиса это молот и сгибание рук обратным хватом 6. В каждом упражнении, каждого подхода доходите до полного отказа мышц рук 7. Я неспроста поставил это правило после 6 пункта полного отказа мышц рук Дело в том, что нужно обязательно стремиться на каждой тренировке увеличивать рабочие веса Но не за счет потери техники Это значит, что нужно выполнять упражнения медленно и подконтрольно Это также даст вам возможность исключить из работы все остальные мышцы Кроме целевой, в нашем случае, бицепса 8. Используйте растяжку между подходами, дабы усилить циркуляцию крови Отводите рабочую руку как можно дальше назад При этом держась за опору свободной рукой После чего повторите с другой рукой Понравилось видео? Ставь лайк Подпишись на канал До новых встреч, друзья! ПОДПИШИСЬ!